Большой концертный зал Казахской национальной консерватории. Здесь проходит репетиция и запись героической кантаты 1941-й в исполнении Большого симфонического оркестра. Героическая кантата – монументальное фондовое произведение, посвященное подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. За дирижерским пультом Мусаки Римбаев – талантливый деятель искусств Казахстана. Героическая кантата – современное эпическое произведение, включающее в себя несколько музыкальных эпизодов и вокально-поэтических композиций. А сегодня она получает свое новое симфоническое звучание. Авторы кантаты – Дмитрий Рогозин, автор стихов и текстов песен. Он же является и автором идеи создания сценического музыкального спектакля. Вообще на тему войны было снято много различных произведений, поставлены разные спектакли, написаны разные книги, стихи и прочее. Но вот последние годы мне все это очень сильно не нравилось. То есть очень мало было честных повествований о том, что на самом деле происходило в годы войны, особенно в первый год, в 41-й. Часто мы видим фильмы, в которых война превращалась в историю какого-то одиночки, который обязательно завязывал роман какой-то девушкой, потом совершал какой-то подвиг, а злые офицеры НКВД с ним потом расправлялись. Вот этот сюжет, он бытует из одного фильма в другой фильме. Конечно, ничего кроме раздражения это не вызывало. Война коснулась всех нас, все наши семьи. У меня отец в 14 лет в 43-м году бежал на фронт, юнгый. В 9-м и пронотряде Волжской флотилии участвовал в этих боях, в частности, форсирование Днепра в Смоленске. Потом связал всю свою жизнь с форшенными силами. У супруги моей дед один воевал, прошел от первого до последнего дня войны, а второй дед, если помните фильм «Горячий снег», как раз тот самый сюжет, когда артиллеристов снимали с эшелона для того, чтобы пытаться остановить танковый прорыв немцев, чтобы не дать нам замкнуть кольцо вокруг Сталинграда. Вот они там все и легли, в Ростовской области, в Малоческом районе. И как раз я принимал участие недавно на восстановлении памятника на братской могиле. Там 8 наших солдатиков лежит. Великий подвиг советского народа воодушевляет авторов и создателей музыкальных и драматических произведений и вдохновляет их снова и снова. Сначала появилась идея написать несколько стихов, которые касались как раз темы Зои Космодемьянская. Кстати говоря, ее история, она проходит таким ритмотивом практически через всю эту кантату. Несколько раз повторяется удивительная мелодия, которую написал Ильяс Аутов. А Ильяс я нашел тоже совершенно случайно. В интернете просто наткнулся на несколько его песен, которые были посвящены тоже войне, военному сюжету. Меня поразила его честность и такой подход к соответствующему ему восприятию этой войны. В любом из нас сидит война. Не знаю, чья в этом вина. И нам нельзя на ней, ребята, погибать. Мы нашли друг друга, получилась одна, потом вторая песня, потом третья, а потом появилась идея, а не замахнутся ли нам на нашего Вильяма Шекспира. Вот, собственно говоря, так и получилась кантата. Идея принадлежит Дмитрию Олеговичу Рогозину. Именно он сказал, что надо сделать произведение, создать о начале войны, о самом трудном первом годе войны, 1941 годе. И получилось так, что стихи его на военную тематику, они как-то сами с собой выстроились в ряд и легли очень хорошо. Я очень благодарен Дмитрию Олеговичу за эту идею, потому что я и сам давно уже хотел что-то создать, большое, посвященное Великой Отечественной войне и подвигу нашего народа. Эта война настолько была страшной и настолько, извините в кавычках, богата сюжетами героическими, известными, малоизвестными, что хотелось бы, конечно, написать больше и больше. Тем более мы видим, что уходят ветераны, последние ветераны уходят, это совсем уже такие пожилые люди, они у нас теперь уже на счету, и они, наверное, достойны того, чтобы услышать что-то правдивое и честное, что было связано с самым ярким эпизодом, очень тяжелым, суровым эпизодом их жизни. Музыканты группы «Мотороллер» и ее бессменный лидер Илья Саутов являются первыми исполнителями героической кантаты. А создателями инструментальной версии произведения выступают Семен Полванов, Станислав Чистухин, Артем Пыльнов, Александр Будько, Сергей Черезов. Работа над созданием музыкального драматического произведения, которое вначале носило название «Баллада о Зое», продолжалась несколько лет. В итоге был создан музыкальный историко-документальный фильм, саундтреком которого стала первая инструментальная версия, записанная рок-группой «Мотороллер». Потом мы подняли, что мы не можем обойтись инструментальной музыкой, решили попросить все это переложить на игру симфонического оркестры. Позвонил мне Ильяс, садист группы «Мотороллер», и предложил послушать эту музыку, продирижировать. Я с удовольствием согласился, все прослушал, записи, и началась работа, вот снимали ноты. На это ушло где-то 2-3 недели. Каждый день работали, сравнивали. Несколько вариантов было, как бы, на какой инструмент все перевожить. И в итоге все равно оказалось, что самый оптимальный вариант – это разложить произведение на симфонический состав. Песни в композиции исполнил автор-исполнитель Ильяс Аутов. Перед записью он обратился ко всему составу симфонического оркестра. Ну вот, закончился наш репетиционный период. Сегодня у нас запись нашего произведения под рабочим названием «Героическая кантата». Желаю всем нам собраться и сыграть так, как мы еще никогда не играли. Большой зал консерватории наполняется звуками нового музыкального произведения. Но пока, заменяя зрителей, его слушают лишь чувствительные микрофоны и звукорежиссер Сергей Лобанов. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать о самой форме. Это очень интересная форма рок-группа и симфонический оркестр – это всегда такой интересный симбиоз. И, конечно, коллектив «ФИС Оркестр» – мне кажется, они очень прониклись вообще самой идеей проекта и самим исполнением. Потому что оркестр играл сегодня очень хорошо. И я думаю, что они даже смогли не только технически, а именно эмоционально передать именно ту задумку, которая нужна была. Вот я, честно говоря, очень доволен. И вообще все музыканты, они на каком-то подъеме сегодня даже, несмотря на то, что сегодня было воскресенье, но подъем был у оркестра, это чувствовалось прямо в эмоциональной передаче. Мне очень нравится музыкальный вкус Илья Саутова. Он, конечно, очень талантливый музыкант и композитор. По сути дела, он написал симфонию, в которой я дальше уже дописал еще стихи, которые как бы идут комментарием к конкретным сюжетам. А сам замысел этой кантаты в том, чтобы попытаться совместить хорошую музыку, нормальные стихи и откровенные архивные хроники, которые идут иллюстрацией. Еще я хочу сказать слова благодарности Юрию Абрамову, который сумел создать вот этот сплошной бесшовный видеоряд, используя хронику, где-то и какие-то игровые моменты, но очень по месту их правильно сняты. Не верю я, Даша, еще раз говорю. Сила! Да. Сила, да? Да. Значит, ты подходишь и ты, в принципе, еще раз, я не согласен, Саша, ты сказал, что ты там боишься. Ты его презираешь. То, что мы видим перед глазами, то, что мы слышим, слышим музыку и слышим стихи, это все, в общем-то, и замкнутое пространство, которое погружает нас в 1941 год. Причем, в начало рассказа о 1941 году, об июне 1941 года, потом, соответственно, сражения у Ленинграда, у Москвы, отступление тяжелое наших войск, которые многие пробирались через леса, через чащи, для того, чтобы соединиться со своими силами основными, чтобы не попадать в плен, тяжкие, позорные. Это большой, серьезный сюжет, но ему предшествует еще рассказ о довоенном времени и о нагнетании той политики, которая к этой войне и привела. Это вот, собственно говоря, героическая контакта 1941. Но, еще раз говорю, возможно, будет и 1942, и 1943, и 1944, и тяжелые 1945. Одну цифру назову, когда мы знаем, например, о том, что 10 апреля 1945 года наши войска овладели Кёнигсбергом. Так вот, представьте себе, мы там положили 300 тысяч солдат и офицеров. 300 тысяч, буквально за 20 дней, за 3 недели до победы. Как было тяжело умирать, зная, что мы уже продвигаемся к Берлину. Вот это все достойно того, чтобы об этом сказать. И сказать не болтливо, не каким-то фальшивым пафосом и дешевыми рассказами про какие-то романтические истории в окопах. А сказать, как оно будет. Я желаю Дмитрию Рокозину и Ильясу Аутову, чтобы они не останавливались на этом. Писали, создавали, творили. У них это получается. Лично мне и нашим музыкантам очень понравилась. Очень душевная музыка. Мы хотим, чтобы это произведение прозвучало живьем, на театральной сцене, в полном составе. То есть, чтобы играл симфонический, духовой оркестр и группа Мотороллер. И было какое-то действие на сцене. Ну, то есть, такое театрализованное представление. Зрителю я хотел бы пожелать пережить это все еще раз. Эти переживания, они не являются лишними. Даже тяжелые кадры, которые там есть в этом произведении, и тяжелая драматическая музыка, которая помогает погрузиться в это время. Эти переживания, они, наверное, полезны для людей, для того, чтобы иметь прививку. Чтобы никогда это больше не повторилось. Что никогда нельзя расслабляться. Что нельзя питать себе лимзином. Надо всегда готовиться к отпору. У нас большая, очень богатая страна и во многом одинокая в этом мире. Поэтому надо держать ухо востро и ни в коем случае не добиваться побед с заваливанием этой победы грудами тел наших военных и гражданских людей. Надо добиваться победы меньшими силами. А для того, чтобы это получилось, надо помнить о той самой страшной войне и быть готовым дать отпор любому агрессору. Надеемся, что будущие зрители, слушатели, музыкальные критики по достоинству оценят авангардистский симфонизм кантаты, ее особую философско-диалектическую форму, раскрывающую художественный замысел ее авторов. Беспримерный подвиг советского народа и память о героях войны навсегда сохранятся в наших сердцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова